Банкротство пенсионера. Плюсы и минусы. Потому что пенсии не хватает, расхода на лекарства, расхода на лечение, на коммуналку и так далее. Для всех пенсионеров скажу. Банкротитесь вы на общих основаниях. Банкротство пенсионера. Плюсы и минусы. Всем привет. С вами на связи Наталья Котряева, арбитражный управляющий. Мой опыт это более 250 процедур в производстве. И все процедуры, которые я завершала по этим процедурам, все граждане освобождены от долгов. Почему я решила записать это видео? Довольно часто в комментариях, на консультациях граждане пенсионера задают вопрос. Есть ли какие-то льготы для пенсионеров? Какой размер дохода будет получать пенсионер в процедуре? Какие плюсы и минусы банкротства для пенсионера? А также многие пенсионеры боятся банкротства, как огня. Если вам такое знакомо или ваш родственник является пенсионером и вам такое знакомо, то поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Меня это мотивирует больше для вас записывать полезностей. Для всех пенсионеров скажу. Банкротитесь вы на общих основаниях. Глава 10 закона о банкротстве, параграф 1.1. Вы также можете полностью себя списать все долги, как на примере пошли оформили субсидии или какую-то льготу. И если вы прекращаете платить по вашим обязательствам, в этом страшного ничего нет. Половина моих банкротов пенсионера, и они стали банкротами, эти пенсионеры, не от хорошей жизни, потому что пенсии не хватает, расхода на лекарства, расхода на лечение, на коммуналку и так далее. И здесь наша работа, как юристов и экспертов области банкротства, как раз заключается в поддержке пенсионеров. Им разъяснить все, объяснить по полочкам и защитить от звонков банков и коллекторов. И да, если нужна бесплатная консультация по банкротству физлица, будь то вы пенсионер смотрите или не пенсионер, контакты в описании, консультация бесплатная. Плюсы банкротства для пенсионера. Арбитражный суд сразу признает пенсионера банкротом. В отношении пенсионеров не вводятся процедуры реструктуризации долгов. Исходя из моей практики, суды более лояльны к должникам-пенсионерам. ЕДВ, ЕДК пенсионер получает полностью в процедуре. Для пенсионера проще исключить из конкурсной массы дополнительные суммы на лекарства, на лечение и какие-то иные расходы. Это были плюсы банкротства для пенсионеров. Какие же минусы? Пенсионер в процедуре банкротства получает также прожиточный минимум. Разница между официальным доходом этой пенсии и прожиточным минимумом аккумулируется на счету должника. И при завершении процедуры банкротства также вот эта скопившаяся сумма будет пропорционально распределена между требованиями кредиторов. От непогашенной части пенсионер также в полном объеме освобождается. Хотя есть практика, когда суд исключает полный размер пенсии для пенсионера-должника. Эта практика неоднозначна. В разных регионах разницы, единообразия нет. Верховный суд точку в этом вопросе не поставил. Мы сейчас также для наших пенсионеров пытаемся исключить полный размер пенсии. Но я хочу, чтобы вы знали и были готовы к тому, что возможно вы будете получать только прожиточный минимум, когда будете признаны банкротом и пока процедура банкротства не завершится. Напомню, что срок проведения процедуры до 6 месяцев процедура может продлеваться по разным причинам. Еще более печальный минус это то, что пенсионеры не подходят под внесудебное бесплатное банкротство, так как у них есть официальный доход. И пристав не окончит исполнительное производство по основанию пункта 4 статьи 46 Федерального закона об исполнительном производстве. Это очень грустно, так как многие пенсионеры как раз нуждаются в бесплатном банкротстве. Если вы со мной согласны, поставьте лайк, напишите свой комментарий. Мои рекомендации для пенсионеров. Не нужно бояться банкротства. Пользуйтесь процедурой, освобождайтесь от долгов, пока государство такую возможность дает. Не ведитесь на левые схемы юристов, которые обещают списать с вас долг посредством выкупа долга, посредством списания долга в суде общей юрисдикции, посредством расторжения кредитного договора, финансовой защиты, закрытием долга дебиторской задолженности и так далее. У вас есть три варианта решения проблемы. Первый вариант – платить по обязательствам. Второй вариант – договариваться с вашим кредитором, кредитную каникулу, реструктуризация, рефинансирование. Третий вариант – это банкротство. Законная процедура установлена действующим законом, с помощью которого, как я ранее говорила, как сходить оформить субсидию или льготу, вы можете от долгов освободиться. Если нужна бесплатная консультация по банкротству, контакты в описании. Еще раз попрошу подписаться на мой канал, поставить лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!